С 1 января 2019 года в Восточно-Казахстанской области по сниженным тарифам будут работать 82 субъекта естественных монополий. Об этом было сказано сегодня на встрече с представителями областного департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Подробности в следующем видеосюжете. В рамках реализации поручения главы государства по снижению тарифов 46 субъектов естественных монополий и общественно значимых рынков области уже самостоятельно снизили 80 тарифов, которые начнут действовать с нового года. Среди них есть и семейские предприятия. Так, с января семьячане будут платить меньше за воду, электроэнергию и тепло. В целом в 2019 году по сниженным тарифам будут работать 82 субъекта естественных монополий по 117 тарифам, в том числе в разрезе услуг. 58 тарифов на услуги водоснабжения, 22 тарифа на услуги водоотведения, 29 тарифов на услуги теплоснабжения, 8 тарифов на услуги по передаче и снабжению электрической энергии. Стоит отметить, что 10 теплоснабжающих организаций области по итогам прошедшего отопительного сезона возвратили населению более 156 миллионов тенге в связи со сложившимся недотопом. Однако семьячане утверждают, что вместо понижения оплаты произошло ее повышение. За 33 дни я получил счет на 17 тысяч, почти 18 тысяч. Веде скидка, что за скидка, куда делись эти проценты, которые мы обещали вернуть. Как выяснилось, основные расходы предприятия теплокоммунэнерго направлены на покупку угля, ремонт котлов и заработную плату сотрудников, которая, по словам руководителя предприятия, и так самая низкая по городу. Поэтому тариф на теплоэнергию в целом понизился на 3%. Теплокоммунэнерго, который сегодня, да, мы говорим, это дифференцированный тариф, сделанный по той сумме денег, которая им была выделена с республиканского бюджета, и они сегодня осуществляют возврат по предприятию и в дальнейшем хотят работать также с Европейским банком реконструкции и развития для надежности обеспечения именно теплоснабжением и горячей водой наших жителей города. Что же касается акционерного общества ВКРЭК, которое с 1 сентября 2018 года ввело временно компенсирующий тариф на услуги по передаче электроэнергии, то она получила необоснованные доходы. В данный момент судебные разбирательства еще не завершились. На встрече также был поднят вопрос предупреждения роста цен на продукты питания. Как отметили присутствующие, сейчас особенно перед новогодними праздниками ведется ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. По применению 10% надбавки заключены 173 меморандумов. А вот то, что некоторые торговые места, точки не соблюдают, к сожалению. Несмотря на то, что некоторые предприниматели не соблюдают границу допускаемой надбавки процентов на продовольственные товары, в семье, отметил руководитель областного департамента, цены все же сдержанные. Бахат Гульказец, Мирей Жакманов, Телеканал Семей.